доброго времени суток имею вот такие вот мосты с радиаторами я их уже разобрал 13 штук и там же есть и без без радиаторов 5 штук по моему сейчас посчитаем вот 1 2 3 4 и вот 5 5 штук да один маленький такие вот чипы мосты и вот такой вес 31 грамм 31 грамм а если целиком взвесить с этими радиаторами шапки только шапки без вот таких вот подложек тут получается у нас это медь это все медь то получается 58 грамм определить сколько наперед можно определить сколько должно получиться золото вот с такого материала вот по этому весу только без этих радиаторов здесь приблизительно будет 0 4 грамма золото должно быть должно возможно меньше возможно только 0 3 потому что в этих чипах меньше золото чем вот таких без радиаторов засыпаю 3 литровый стакан вот этот вес 31 грамм будем считать 31 здесь чуть больше 31 грамм в 2 литровый стакан засыпаю и заливаю серной концентрированной кислотой серной кислотой нужно работать аккуратно средствами защиты перчатки очки вытяжка ну вот так залью и будет достаточно не знаю сколько это влил 100 миллилитров наверное сейчас гляну 150 150 миллилитров сейчас все это ставлю на плитку этот стакан с таким материалом нагреваю до кипения открываю конечно двери окна делаю сквозняк включаю вытяжку и ухожу с помещения затем буду периодически приходить как только закипит буду вот палочки помешивать и сюда поставлю сейчас реакция идет но она медленно идет можно и так растворить но это понадобится очень много времени возможно сутки может быть и меньше ну сутки вот на эти цельные конечно много времени надо на эти 5 целых только нужно довести до кипения и помешивать помешивать и попробовать все ли там растворилась если не все значит нужно еще долить серной кислоты и полностью растворить вот этот пластик этот пластик растворяется только серной кислотой все я ставлю на плитку затем уже включусь когда все там растворится вот этот пластик полчаса понадобилось на растворение вот этого пластика с этих чипов и где-то полчаса до ровно полчаса постояла остыла вот сюда в эту воду сейчас буду сливать вот эту жидкость только воду надо сначала сливать вот прямо сейчас и солью потихоньку понемножку сейчас эта вода нагреется конечно можно все вылить потом вот это все снова сюда в стакан и промывать конечно много воды понадобится чтобы это промыть хорошенько чтобы не всплыло ничего ну всплыть там не всплывет потому что все-таки золото тяжелое волоски там тяжелые они упадут только нужно много воды я промываю водой из-под крана затем сполосну дистиллированной водой промыл где-то час промывал и литру 15 воды ушло вот волосочки золотые сейчас смотрим вот они в клубочке собрались ну и там на дне стакана мелкие волоски уже немножко имеется я вот сюда в этот стакан слива промывал вернее промывал в этот стакан и собирал осадок вот осадок там непонятно что ткань какая-то еще что-то и и возможно там и волоски есть тоже сюда царя залью сейчас вот сюда заливаю здесь у меня 25 миллилитров царской водки немножко сюда волью если надо потом еще добавлю и сюда вот так это для контроля возможно что-то там и осталось упало вернее туда ставлю на плитку растворяю золото профильтровал промывочный осадок растворил и сейчас проверим было ли там золото оставалось сниму воронку вот снял воронку здесь у меня в этом стаканчике кристаллик хлорного улова имеется что-то не видно сейчас я все вылью еще брошу пришел вот бросаю не нету там золота не было значит все вот здесь в этом стакане волоски не всплывает так что здесь золота нету желтизна самого пластика и раствор из волосков профильтрован вот кристаллы на фильтре такие вот они разные и сам раствор сейчас солью в стакан проверим хлорным оловом бросаю кристаллик во сейчас я этот раствор доведут до кипения затем оставлю пускай отстаивается потому что он мутный возможно что-то еще выпадет и мне надо чтобы вот это золото которое осела хлорным оловом растворилось надо довести до кипения раствор удал отстояться и вот профильтровал сейчас ставлю на плитку и будем восстанавливать золото гидроксиламином сначала наверное погашу азотку если она там осталась азотку проверил сульфаминовой кислотой и сейчас буду вливать вот сколько здесь где-то два два с половиной кубика гидроксиламина пока по чуть-чуть добавлять ну и ждем сейчас пойдут изменения и золото восстановится можно помешать где-то полтора кубика я влил вот уже золото восстанавливается вот оно такое еще можно помешать ну и так греть пока полностью не выпадет пока полностью низко углируется затем я уже включусь посмотрим какой осадок осадок полностью выпал гидроксиламина ушло полтора кубика но я делаю его насыщенным можно конечно и кристаллы бросать сюда сейчас высушу этот осадок взвесим осадок высушил и сейчас взвесим осадок очень чистый сейчас на теле будет виднее и вот такой результат но это еще сплавить нужно 0.38 0.38 и вот вот такая вот чистота вот такой осадок сейчас сплавлю посмотрим еще на слиточек тоже взвесим осадок был чистый не коричневый не черный где могло быть больше примесей нежели самого золото и вот такой вот слиточек вот такой красивый слиток 3.9 здесь вот такая такое углубление и взвесим по 0 и у нас получилось 0.39 0.39 ну там чуть-чуть бура осталось я не чистил чуть-чуть имеется бура вот такой выход из такого материала проверили этот материал а в следующем видео проверим вот такой материал вот такие чипы микросхемы четырехсторонние тоже проверим таким же способом серная кислота будут уже избавляться от пластика серной кислотой и тоже проверим ну здесь конечно разные они и меленькие покрупнее это у меня типа такие остатки я сейчас занимаюсь другими делами вот такими вот вот так вот так вот так вот так пять над樂 семь семь Подготавливаю цветной металл, который накопился уже в течение сезона. На этом все. Всем доброй и удачи. Всем пока.